И если мне сейчас реально не будет наноситься урон от того, что я падаю в пустоту, я просто охренею. Пора создать ту самую стабильную пустотную материю, которая делается из тысячи редстоуна, из 216 око эндера, а самое главное, огромного количества других ресурсов. Всем привет, дорогие друзья, с вами Лоу Ложка, это магические похождения, взорвём этот мир. Поехали! И вы всё правильно поняли, стабильная пустотная материя, а ещё у меня некий челлендж, заснять эту серию быстрее, чем за 2 часа. Если что, то для меня это очень тяжёлый челлендж, потому что обычно я записываю за 2,5, за 3, за 4, но если получится быстрее, чем за 2 часа, то, внимание, внимание, я буду записывать из Барнаула. На данный момент я нахожусь в Питере, если кто не знал, так вот, Барнаул это мой родной город, и совсем скоро будет единственный рейс на самолёте до этого родного города. Поэтому, если я успею записать это видео очень быстро, то, сами понимаете, я улетаю. Если я не успеваю записать, то я никуда не улетаю, остаюсь в Питере. Но, тем не менее, вы не думайте, если я улетаю, это не означает то, что, ой, всё, серии выходить не будут. Нет, нет и ещё раз нет, я буду просто записывать на другое устройство, то есть видео будут выходить, а вы разницу даже не заметите. Так что, давайте посмотрим, что получится, и уже ближе к концу ролика я скажу, получилось или нет. Прямо сейчас нам нужна стабильная пустотная материя, а это означает то, что мы просто соединяем око Эндера и маноосколок. Получается пустотный катализатор, которых надо, внимание, 216 штуковин. А остальные кристаллы у меня уже собраны, поэтому раз, два, три. ПИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ У нас получилось! Так, теперь, по идее, мы просто всё это соединяем и забираем блок чистого кристалла. А теперь остаётся соединить со звездой из Незера. И у нас получится стабильная пустотная материя. Господи Иисусе, что же будет? Что же будет? Давайте проверим. Звезда у меня, по идее, здесь. Эммм, либо я слепой, либо... Подождите, ещё раз проверим. Нет, серьёзно, её тут нет! Какого хрена? И тут тоже... Представьте себе, просто взяло и пропало. Зашибись! Придётся искать новых скелетов-иссушителей, убивать, выбивать черепа. И раз, два, три! Умоляю, дай мне череп! Да ё-моё! Походу, сегодня мы будем страдать. Да ладно, ладно, шутка. Я буду страдать, вы не капельки. Вот эта пещера, по-моему, в самый раз, чтобы призвать Визера. Только у меня нету факелов. Совсем другое дело, почти готово. И три, два, один, погнали! Надеюсь, то, что ту звезду, которую я потерял, я рано или поздно найду. Хотя, уже вряд ли. Ё-моё, что? Какого хрена ты такой сильный? На мне же крутая броня. Не-не-не-не-не, чувак, так не пойдёт. Ты должен быть слабее, понимаешь? Мы берём, например, вот этот меч, который супер-пупер крутой по урону, и убиваем. А, стоп, подожди. Лава. Надо бы её, наверное, как-то перекрыть. Самое главное, чтобы звезда из Незера не сгорела. Опа. Это было быстро. И вот она, родненькая. Теперь аккуратно забираем блок чистого кристалла. О, господи, тут тоже лава. Это было опасно. И, та-да-да-дам, та-дам. Получилось! На самом деле, было очень опасно крафтить его около дома, потому что, мало ли, по скрипту оно, ба-бам, и тут всё рвануло. Потому что этот мод может. Помните, мы из этого мода читали какой-то текст, и в итоге в нас ударила молния. Прям в дом. И всё загорелось. Это было, ну, так себе. Фух, пора узнать, что же мне скажет Повелитель Огня. Привет! Ну-ка, какие новости? Добро пожаловать! Я могу сдать квест. О, я очень рад, что я не сумасшедший. Вы сделали для меня больше, чем я мог себе представить. В награду я не только научу вас новому заклинанию, Кольцу Огня, но ещё и открою доступ к вашей основной способности. Попробуйте ваше новое заклинание, а затем возвращайтесь за новой порцией заданий. Ура! Смотрите, что мне дали! Это же самая редчайшая награда! Давайте посмотрим, что мне попадётся на этот раз. Да ты что! Вот это на самом деле круто! Это первый раз, когда я могу сказать, зашибись! Девять чистых кристаллов. Как вы понимаете, даже один делается тяжело. Но что за заклинание он мне дал? Давайте посмотрим. Скастуйте Кольцо Огня. 0 из 10. Даётся мешочек необычный и 10 экспириенса. Правда, сначала надо забрать фокус заклинания. Давайте сделаем это. И проверка, как это работает. Так. Чё-то как-то не особо изменений. Алё! А что если проверить где-нибудь здесь? Ох, нихрена себе! Обалдеть! Подожди, что? Мы наносим всем урон, и при этом они ещё и продолжают гореть! Это ж сколько мяса можно нафармить! Давайте попробуем ещё раз там, где много мобов. По правде говоря, это первое заклинание, которое мне нравится у Огня. Это что-то типа земли, только при этом мы не кидаем осколки. Если вы не понимаете, о чём я, то вот. Те самые осколки, они врезаются в мобов и просто атакуют. Но теперь это можно сделать без осколков, просто огнём. Эгэгэй, Эндр, девчонки! А ну-ка погнали, протестируем! Надеюсь, то, что вы реально будете гореть, и самое главное умирать быстрее, чем от этих осколков. Вот сюда, пожалуйста! Спасибо, спасибо за то, что появились! И раз, два, три! Так, так, ну-ка! Ну чё-то как-то... Не-е, подожди, по-моему осколками куда быстрее. Да, то есть заклинание земли достаточно скастовать один-два раза, и все эти Эндр-девочки умирают. А вот с огнём, я по-моему, раз в семь скастовал, и они вообще не легли! Мда. Но мы всё равно молодцы, десять из десяти выполнили, пойдём сдадим квест. Эгэгэй, снова привет! Давай сдаём квест! Так, пока что он мне не особо чё-то сказал. Нажимаем «Я хочу получить новый квест». Вот вам новое задание. Чё? Что? Без какой-либо предыстории? Ты серьёзно? Эм... Убейте семь скелетов? Нет! У тебя же всегда были крутые задания! Какого фига? У меня стабильная пустотная материя осталась! А что из неё хотя бы сделать-то можно? Серьёзно? Обычные топоры, обычные кирки? Ух! Га! У меня аж пере... Пепепе Сорян перехватило. Сколько? Сколько? 39! Что? Вы серьёзно? Я сейчас немножко в шоке. Сорян реально за такую реакцию. Я просто не ожидал. 41 урон от пустотного меча. Вы издеваетесь? Я, конечно же, хочу такое! Пустотный мультиинструмент. 42 урона! Так, давайте посчитаем. 5 материи тут. Далее 3 здесь. Ещё 3 там. 1 и 2. 14! Вы понимаете? Это немножко многовато. Получается, мне надо 14 тысяч редстоуна. Далее примерно... 3000 ока Эндора. И примерно по 1000 каждого кристалла. Обжигающий, плотный, тусклый и так далее. Ё-моё, вы реально издеваетесь. Интересно, что мне хотя бы из мешочка выпадет? Светлый кристалл. Подожди! Так получается, я могу прямо сейчас из этой материи сделать себе хотя бы лопату. Которая уже бьёт 39,5. То есть она априори будет сильнее, чем мой меч. Надо бы проверить, надо бы скрафтить. А ещё надо бы посмотреть, насколько эта лопата быстро копает. Та-да-да-дам-та-дам! Мега-инструмент! Который со стороны смотрится вообще суперобычно. Блин, я всё ещё в шоке то, что такое существует. Ну, давайте попробуем. На! Чего? Ты серьёзно? Не, ну копает очень быстро. Очень, очень быстро. Но я-то думал то, что хотя бы 3 на 3. Или там 5 на 5. Не? А могу я в полёте разрушить с одного удара? Давайте проверим. Что? Даже в полёте? Ладно, беру свои слова назад. Это охрененный инструмент. Теперь проверим по атаке. Допустим, на меня бежит волчара. Получай! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ну вы поняли, да? Мега лопата, которая даже не ломается. Здравствуй, козочка! Да, лопатой я буду забивать тебя до... Лга. Хе-хе-хе-хе. Блин, это очень круто! Но, чтобы наверняка убедиться, давайте убьём какую-нибудь эндергёрл. Вот у тебя сколько? 40 хп. Получай. И в итоге... А, что? Не-не-не-не-не. Какого фига? 10 это мало. А, ну вот, вроде бы даже 18, хотя это 9 сердечек. Да, 9 сердечек это супер-пупер мало. Возможно, связано с тем, что это лопата, а не меч. Как вы понимаете, мне либо создавать мультиинструмент, либо копить ещё 2 материи. И тогда у меня получится мега меч. По урону эта лопата обходит даже лезвие жнеца. А я думал, что это самое крутое оружие. Так, короче, я убил скелетов, поэтому давай сдадим квест и надеюсь, что ты дашь что-нибудь прикольное. Я хочу сдать. О, класс, вот ваша награда. Теперь хочу получить. И надо убить 8 криперов. Ты, по-моему, надо мной точно издеваешься. А, кстати, помните повелительницу воды? Она дала мне задание, в котором мне надо скастовать ливень 10 раз. Это же не проблема. Щёлкаем раз, щёлкаем два, щёлкаем три, четыре, пять, шесть. И всё, по идее я выполнил 10 из 10. А ну-ка, давай посмотрим, что ты мне на это скажешь. Хочу сдать. О, класс, вот ваша награда. Теперь получить. И, господи, как вы меня бесите. Ах, почему я всегда должен убивать мобов? Дайте мне что-нибудь получше. Бррррррр. Давайте немного сменим тему. Дело в том, что ещё в предыдущей серии я собирался прокачать бл... Локлинга. Что?! Нет-нет-нет-нет-нет. Только не говорите то, что его убили и в итоге он исчез. Нееет, блинский блин. Я на него более 10 серий потратил. Моза-фака. это я у меня сейчас настроение знаете упала вот просто в самый самый низ я в шоке мы поте стоп я сначала подумал то что это вот этот цветочек блоклинг но нет он здесь господи иисусе я испугался да смотрите у него действительно все прокачано он никуда не делся боже у меня прям такие мурашки по коже сейчас идут и смотрите что я хотел ему прокачать еще в предыдущей серии во первых автоплавку всей руды в которой он добывает а самое главное 10 процента шанса на то что он моментально добудет руду да только перед этим надо прокачать вот это потом вот это и остается два поинта как раз на автоплавку но мы же помним то что еще удачу надо прокачать 25 процентов шанса на тройную руду он так короче мне надо что он проверить тебя даем мы забираем иди сюда иди ко мне мой миленький маленький а стоп это же с помощью цветочка делается у тю тю прости что ударил лайкособиратель готов теперь ему надо дать кирку конечно же это по-любому будет алмазной узнаете о чем я подумал а что если ему делать пустотную кирку о господи он же там вообще все будет добывать с одного удара хотя скорее всего автор мода сделал так что другие кирки давать ему попросту нельзя нам надо всего лишь две палочки сейчас сделаем алмазную хотя стоп у меня же где-то была алмазная кирка по-моему даже вот в этом сундуке дадам все верно прочность один эффективность один то есть уже зачаровано приятно сейчас будет эксперимент надо сделать так чтобы он ходил за мной но при этом добывал руды проверка так он ходит за мной далее надо сделать так чтобы он игнорировал то что меня атакуют а после этого здесь поставить майн надо еще также кирочку не забыть ему дать все ну-ка ты ты пошел да ой смотрите он добывает какой же ты молодец и мы помним то что у него примерно 10 процентов шанса сразу добыть руду и да вы видели он добыл здесь и сразу же выкопал этот молодец крутой и вот теперь еще один вопрос допустим ты копаешь даем я в этот момент убегают и будешь дальше копать или пойдешь за мной о молодец молодец это прям самое лучшее то что я хотел но есть одна маленькая загвоздка у тебя слишком засран инвентарь поэтому пшеница иди в задницу хотя стоп какой задницу у нас же как раз проблема с сытостью смотрите баранина и стейк это все что осталось поэтому оставляем хотя бы три стака пшеницы и сейчас надо будет все это соединить и превратить в хлеб мне интересно кстати как он себя поведет если тут будет лава дружище ты будешь телепортироваться или нет так вот это мне уже не нравится какого хрена алё ты вообще понимаешь то что я где-то здесь о чё он уже здесь появился ладно возможно он меня просто потерял а тогда вполне себе телепортируется ко мне все нормально но в данный момент скорее всего вы понимаете блоклинг бесполезен пока мы не прокачаем ему двойную и даже тройную руду потому что тогда это будет что-то примерно моя удача на дрели но первое нам не придется тратить энергию второе блоклинг умеет копать сквозь блоки поэтому если он увидит какой-то алмаз он его все равно выкопает ну и бонусом у него очень большой инвентарь поэтому тогда когда нам придется добыть очень много кристаллов это нам пригодится кстати по поводу кристаллов давайте позеркаем какие у меня навыки открылись так уже интересно деактивировано пламенное дыхание активирует ранящее пламя вокруг игрока воу так блоклинг давай-ка проверим я активирую я просто не знаю как это работает пкм чтобы выбрать ну да это деактивирует и активирует мы это поняли лкм чтобы смотреть описание но почему никого не бьет может быть конечно на союзников не работает поэтому давайте проверим на других привет курятин чё как поживаешь его как вы видите тоже не бьет а если сначала я ударю да чё-то как-то вообще фигня какая-то во смотрите злой моб что вы это видели по 20 урона просто потому что я рядом еще немного поэкспериментировал и пришел к выводу то что это тупое заклинание потому что она иногда работает иногда не работает давайте посмотрим на щит души защищает игрока от всех видов урона когда активен чего чего то есть вы хотите сказать то что меня никогда не пробьют вы серьезно ну например давайте проверим я снимаю всю броню далее бьют допустим свинью и она меня атакует да нет же по мне так нормально бьют пол хп потерял от грёбанных свиней это точно не работает либо она снова деактивировалась надо проверить бред какой-то при этом смотрите основное заклинание можно выбрать одно я активирую это деактивируется пламя активирую пламя деактивируется вода тогда посмотрим раскопка выкапывает 3 на 3 на 3 блока перед игроком не ну вот это то по-любому должно сработать да то есть я наверное просто сейчас буду копать и все 3 на 3 на 3 вот что это такое было сейчас вот вот зачем вот это вот что это а если мы попробуем с помощью лопаты ну етить колотить меня что обманывают возможно нужно попробовать на камни с помощью кирки да что за хрень короче нам нужен по-любому какой-то либо предмет либо какое-то задание выполнить дабы эти заклинания работали потому что я не думаю что они багают то есть скорее всего я что-то делаю неправильно есть у меня одна догадка прямо сейчас вот в этот интерфейс я положил 5000 земляной маны и наверное с помощью этой маны теперь все заработает ну-ка не работает ни хрена огромное спасибо двум людям райтарион и андрей вы лучшие короче говоря они написали то что нужно было просто найти кнопку в управлении и татататам татам получилось смотрите как это еще раз работает мы встаем здесь нажимаем и у нас копается ахахаха а ну делает она копает я я просто уже бешеный какой-то я тут блин наверное минут 20 пытаюсь разобраться а самый смак в том то что копается и выпадает видите булыжник земля еще всякие другие прибамбасы но надо кое-что проверить бедрок ты сломаешься или нет это очень важный вопрос давай 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 почти нет бедрок не ломается мы можем сколько угодно копать пытаться но тем не менее ничего не получится кстати смотрите я просто иду я даже мышкой не двигаю и все нет я застрял ладно не работает рано или поздно тратится какая-то непонятная энергия которую вы видите слева но я так понимаю то что это не эта энергия да да смотрите как было 5000 так и осталось все еще интересно что это защит души активировано защищает игрока от всех видов урона когда активен угадайте как я это проверю мы телепортируемся в край и именно там я хочу упасть в бездну по идее мне все равно не нужны никакие предметы поэтому это можно положить в сундук вот так то вполне себе неплохо а теперь смотрите у меня сороковой уровень надо бы наверное это сразу отдать домой дабы не просрать и если мне сейчас реально не будет наноситься урон от того что я падаю в пустоту я просто охренею погнали чего чего блин что а почему это я здесь появляюсь какого фига ну-ка и я реально ничего не получил вау а самое главное смотрите у меня же здесь вообще ничего нет я не получил урон ну-ка а если я вот так вот упаду чего блин то есть если я падаю там то получаю пол сердечка а если падаю вот с этой маленькой высоты то почти все здоровье ну ка эндермены бейте меня я не понимаю как это работает ну нафиг давайте поговорим на немного отдаленную тему которую я называю оборотень ну ладно это не отдаленная тема просто прямо сейчас у меня он прокачан до 15 уровня но есть почему такое какая загвоздка у меня написано предпочтение защитник когда мы выбирали мирного внимание проверка боятся ли меня мобы по идее не должны да а ты посмотри-ка наверное это связано с тем то что я поставил новый перевод и там написано не мирные а защитник все понял ладно вопросов нет в общем я хочу прямо сейчас телепортироваться в этот самый мир оборотней но перед этим надо прокачаться до 20 уровня надеюсь вы помните то что совсем недавно мы стали зверем можем передвигаться на двух лапах можем на 4 и как бы я хочу пойти дальше потому что когда мы спим нам пишет в чате вот такую надпись давайте вам ее покажу вот мы спим 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 и чего блин на этот раз все нормально чего чего не неправильно у меня реально писала надпись типа я слышу какие-то отдаленные голоса я так понимаю то что оборотни зовут нас обратно суть я передал в любом случае такое действительно иногда появляется и нам надо докачаться до 20 только тогда мы сможем использовать лунный жемчуг а как же мы собираемся прокачиваться да все просто как и в предыдущие разы им сам понадобится активировать спавнер девушек здрасте после этого поменять человека на оборотням и так у нас поменялась да все нормально и после этого стрелять землей это мы тоже помним это проходили в общем знаете какая тут загвоздка если я прямо сейчас начну качаться до 20 уровня скорее всего я буду делать это десятки минут но вот просто представьте стою я такой 20 минут и нажимаю правую кнопку мыши очень весело нет именно поэтому прямо сейчас я придумал нечто другое нечто сногсшибательное правда перед этим давайте мы эту клетку деактивируем убьем всех этих девочек мы возьмем в левую руку совершенно новый неактивированный осколок и как вы понимаете будем заряжать его по максимуму да 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 для этого мне снова придется убивать этих эндер герл и давайте проверим работает ли это с заклинанием вот так вот а потом получаете нет это не работает ема так подождите а есть я с помощью меча чего прошло еще несколько минут где я пытался пробовал и так далее и угадайте что он правильно ничего он в итоге я забрал предыдущий шарт и сейчас у меня еще один эксперимент просто мало ли это какой-то бак нам надо понять сейчас 132 души когда мы убьем эту эндер герл у нас по идее будет где-то 135 дам так господи как же вас много 136 то есть работает какого фига тогда значит вы сами понимаете это никакой не баг видимо автор мода специально сделал так чтобы нельзя было создавать одинаковые осколки но тогда почему удалось сделать сразу два осколка с овцами очень странная фигня может быть реально автор мода что-то продумал проходит время и я все понял оказывается все те мобы которые спавнится из клетки душ не дропают души нам надо получается найти эндер герлов который спавнится из обычного спавнера поняли поняли но и это не проблема потому что у меня уже есть решение где-то здесь есть вейпоинт по-моему он называется скелеты ну-ка проверим да да вот он здрасьте а ну-ка давай подеремся по идее из тебя должно выпасть потому что ты спавнишься в обычном спавнере да господи это просто шок какой то что это блин почему мне всю серию в чем-то надо разбираться но тем не менее я хочу докачать этот осколок до максимума правда займемся мы этим уже в следующей серии и самое главное телепортируемся на двадцатом уровне в мир оборотней вам наверное интересно так за сколько же я заснял это видео успеваю ли я на самолет скажем так я не успел за два часа но я успел за два часа пять минут йоу да это был максимально сумбурный ролик и вы наверное это поняли вы это наверное заметили но представьте то что вам нужно торопиться все вы меня поняли очень сильно надеюсь на вашу поддержку ребят вот до этого момента скорее всего досмотрела немного людей но если вы все-таки слышите эти слова пожалуйста нажмите на кнопку лайка пожалуйста не буду задерживать вас и если вы здесь впервые то можете подписаться на канал поставить лайк позвать друзей а с вами был уложка и полет в барнаул родной город жди меня всем удачи всем пока 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 пока